Решила записать видео, посмотрела на себя в камеру, увидела этот синяк и вспомнила, что оказывается у меня синяк. Думаю, ну ничего, кажется, что меня муж побивает, на самом деле это косметолог перестаралась. В общем, хочу рассказать про двух подружек. Одну назовём её, допустим, Яна, вторая Жана, эти две подружки. В общем, и одна начала токсить другую по сечении каких-то там лет. То есть она была такая адекватная, всё время, значит, эта Яна приходила к Жане в гости, рассказывала ей разные смешные истории в своей жизни, такая компанейская, приходила на дни рождения и всё такое. Вот. И они всё дружат, поддерживают отношения. По истечении каких-то там нескольких декад она превратилась в какого-то такого жуткого токса. В общем, эта Жана всё рассказывает про эту Яну, что вот Яна как-то какие-то странные начала рассказывать истории, всё жалуется, что её то соседка, то ещё кто-то её обидел, то невестка. Она эту невестку обзывает всякими последними словами, вот, что она и такая-ська. И, значит, у обеих подружек, значит, ну вот, по ребёнкам, там дети, допустим, вот у Яны один сын, допустим, и у Жаны два, допустим. Да, вот. И, в общем, эта Яна, значит, начала вот так, сначала она токсила, сначала она рассказывала всякие страшные истории про её соседей, как они её там третируют, и про вот эту невестку, как она над ней издевается. Вот. В общем, она стала как-то загружить, грузить эту Жанну. Вот. Потом, значит, она начала, уже переключилась на Жанну, что вот и то у неё не нравится, вот она приходит мне в гости, говорит, что ты ремонт там на кухне сделала, а почему у тебя шкафчики такие, сейчас же не модно, сейчас же уже все другие шкафчики себе устанавливают. Это что? Да я, да мне такая квартира, и это самое, даром не нужна. То есть, какой-то... Кстати, она начала вот такие вот вещи говорить, и вот Жанна, для Жанны вот это вот общение с этой Яной превратилось не как вот положительные эмоции раньше, а какие-то, какое-то странное такое ощущение, что она вообще не понимала, зачем это всё вот она поддерживает. Но ей было неудобно, все знали, что они подружки, уже столько времени, столько лет, уже как бы всю жизнь они чуть ли не как дальние родственники с этой Яной. И вот как бы что люди скажут. И вот Жанна как бы рассказывала вот там другим людям, начала так потихонечку их спрашивать, что как она с вами, а что. И продолжала всё. И в общем, ну это зашло уже в такую степень, это всё настолько ухудшалось быстро и в такой геометрической процессе, прогрессии, что вот эта вот Жанна уже начала токсить уже других подружек и жаловаться на эту Яну. То есть поведение Жанны уже изменилось тоже, настолько эта Яна её загрузила. Вот. Но она всё продолжала, и всё продолжалось с ней общаться. И, значит, вот Яна ей скажет какую-то такую претензию, предъявит, что у неё что-то не так. Вот. И Жанна уже думает, вот у неё мысли, вместо того, чтобы какие-то были конструктивные мысли у неё, она начинает концентрироваться и думать, как бы ей что в ответ ей сказать, или вот как вот, если она так что-то скажет, то как бы... То есть вместо того, чтобы прервать отношения с этой Яной, она, в принципе, переняла вот Янина вот это вот поведение, вот это вот её как... Ну, как соревновательное какое-то такое глупое, инфантильное соревновательное поведение. И, в общем, ей высказывала какие-то вещи. И как-то она пыталась так с юмором как-то это всё. Но всё равно вот эта вот токсичная Яна, она вот будучи такой вот просто неприятной собеседницей, так скажем, она её потихоньку вот за собой тянула вниз, так сказать. Вот она, можно сказать, смело деградировала. И давай тянуть вот эту Жанну, у которой всё нормально, никто, соседи на неё не нападают, её невестки её не третируют, всё у неё в жизни хорошо. И тут она начинает все разговоры про Яну. Вот Яна сказала это, Яна сказала, ну, а я ей ответила так. А вот такое вот с Яной случилось. И всё, Яна, Яна, Яна. Яна, Яна. И когда слышишь вот такое, начинаешь... То есть недоумеваешь, зачем вообще с таким человеком поддерживать отношения. Вот. Ну, потом понятно стало, что такие отношения поддерживают с человеком просто потому, что другие люди знают, что Яна с Жанной дружат и неудобно перед другим. Как бы теряется из внимания, из поля зрения теряется тот факт, что жизнь-то проходит. Вот, то есть ты этой Яне посвящаешь какое-то время. И ради чего? Ради людей, которые толком-то вас и не знают, им вообще всё равно. У них свои дела, у них своя жизнь. Они своё время тратят как-то на себя. А вот ты зациклилась на этой подружке, которая абсолютно токсична. Стала уже со временем, но у неё уже дошло, я так понимаю, до какого-то маразма. Что для Жанны было важно, например, сделать ремонт, а Яна ей по всем мелочам, по всем деталям ремонта, ей высказывала своё неодобрение и сравнение с чем-то лучшим. И, в общем, абсолютно до маразма это всё доходило. В конце концов, Жанна всё-таки собралась. Несмотря на то, что для неё было важно мнение окружающих, она как-то так постепенно, как-то так вышла из вот этих вот токсичных отношений с этой Яной. И так как для неё было важно, что думают окружающие, она всё объяснила окружающим, хотя им было, наверное, всё равно. Они просто, наверное, сами недоумевали, вообще зачем нам это всё рассказывается. Вот, просто не общайся с неприятными людьми, и всё. Вот, но к чему я вот это хочу записать? Потому что хочется, чтобы люди не тратили своё время, потому что жизнь одна, жизнь коротка. И если кто-то начинает таксить, не важно, там, знали вы этого человека 30 лет, не важно, какой он был раньше адекватный, не важно, не надо терпеть, не надо зачем, к чему это всё. Это бесполезно абсолютно, и тратится время. Вот, и я сейчас врачу время на вот это видео, чтобы предотвратить чужие вот такие... Не надо быть терпеливым. Вот это вот чужое терпение мне хочется предотвратить. Просто забивайте на этих людей, забывайте этих людей, и всё, и всё будет хорошо. Хорошо, если они опять возвращаются в адеквате, окей, если начинают, всё, до свидос, всё. Если начинают токсить, до свидос. Ну, а потом уже, если вы увидите, что они по такому образцу и действуют, что они сначала адекватные, потом неадекватные, и что в тени-толкай такое играют с вами, ну, вы уже просто игнорируете, даже когда они в адеквате, и всё. Надо, конечно, дать человеку, у всех бывает плохой день, надо человеку дать шанс, я так считаю. Если это один раз что-то, какой-то припадок случился с человеком, он что-то сказал тебе токсичное, окей, можно подождать немножко, вот. Ну, а когда уже из раза в раз такое общение, уже раз, и всё, надо уходить как можно скорее, и всё. Вот и всё, что я хотела сказать. Да, боже мой. Окей.